Человек из Прибалтики ездил и там буквально сами монахи записывали, причем говорил там один из таких отцов там уже, ну, почитаемых у них там, я не знаю, что он прямо открытым текстом сказал, что мы не признаем крапительное крещение. В может, в смысле, что сами не делаем? Нет, вот именно они пояснили, как ему сказали, но у меня есть вот свидетельство реально такое, вот, и они, как ему сказали, будем перекрещивать, потому что мы не признаем крапительное крещение. То есть я приехал, они еще раз поговорили, Игуимин Григорий поговорил, сказал, что крапление они это не принимают, сказал, ну, да, в субботу будем себя крестить. То есть он долго там и не выяснял, узнал, как, что... То есть они, они однозначно ответили, что они поддерживают... Без вопросов, да, да. ...опрещение... Он сказал, мы не признаем окропление. Ну, я вот, не знаю, я у своего знакомого приехал, спрашивал, говорю, как вот у вас, они говорят, что нет, у нас не перекрещивают, то есть если человек крещит. И, говорит, да, считается, что правильно крестить именно в полной программе, если человек вот так вот облит, и будем перекрещивать, перекрещивать. Ну, понятно, если облит, а если он веничком окроплен вообще? Ну, я говорю, что, конечно, это плохо, но у нас вот недавно женщина уже приходила, поэтому окроплено, окропление, оно тоже, в житиях, кстати, тоже случается, это именно окропление. Ну, окропили, смотрите, как я вот с одним разговаривал, в 70-е, допустим, годы, окропили, заводили человек 10-15 сразу, и он веником, допустим, в одежде, люди, и там не факт, что вода вообще попадала на людей. И вот эти вопросы окропительного, они самые сложные, конечно, потому что, действительно, там, я вообще говорю, вас крестили, а она говорит, не знаю. Ну, разве что крестить, а еще не крещен, то есть вот эту формулу. Это Александр Калинин, прошу прощения, к вам природу же, да? Ну, да. Они сейчас, ну, я не знаю, он же был у вас, я не знаю, в каком году. Они сейчас собираются, я у себя на своем канале выставил ролик там, вот, они собираются организовать, в общем, православное поселение. Ну, я не знаю, откуда у него, у него, может быть, абиции еще такие, может, юношеский максимализм какой-то. Ну, то есть, человек еще мало, в принципе, мало знаком с православием, вот, и он, как бы, делает свои выводы на стою своего ума, вот. Я его учаю, я ему два года, вот, как уже осекаю, я говорю, Саша, ну, ты, ну, слава богу, хоть, он в этом году хоть крест надел, уже все стал, четко, я православный обозначил святой, он же находился в таком на распуте. Да, я помню, ну, там, да, приезжал, Строгино рассказывал тоже, в тринадцатом году, 31 августа. Конечно, людей много, людей много привлекает, буквально сотни тысяч, но, опять же, он мало любви имеет, вот, к слову Божию, вот, как раз ему, вот, надо упереться, вот, я говорю, ну, ты хотя бы удели полгода, вот, а отстань от всего, вот, ну, начни, ну, потому что, ну, раз такой ересь, загнет, вот, у него два последних ролика, а он собирает вебинары такие, вот, люди заходят, там, я не знаю, десятками, вот, и он недавно проверил, загнул, ну, говорит, что вера, это ничего не значит, она должна, должно быть у тебя, типа, знание Бога, ты должен не верить, а знать Бога. Я говорю, ну, как, как это, писание просто испещрено вообще верой, и насколько Господь уделял внимание именно вере, как же так, вот, вот, такое тяжело, тяжело, он на подъем идет, тяжело отдается ему, как бы, ну, вот, он говорит то, что у меня есть свое, понимаете, у них сейчас вот много людей таких, вот, ну, есть трое или четверо еще тех, кто исследует Писание, да, и кто от сердца своего толкует, и вы, ну, видели, там, есть люди такие, да, одиночки, они больно, они проповедники, они выходят на проповедь, но, опять же, не причисляют ни к себя, ни к организациям, ни к церкви, ни к чему вообще. Ну, это же феномен какой-то, да? Ну, я видел людей, которые разочаровались в протестантизме, но до православия такой они просто не дошли, но они считают, как бы, что-то страны научили, что это, там, идолопоклонники, и они, как бы, их обмечают. Вот, ну, я, может, не о тех говорить, но вот я видел, которые, да, их, значит, они, как бы, себя отдельно, да, от всего ставят, просто что-то исследуют. Ну, есть, вот, а есть, как же он называет себя, Алексей знает все или как-то, не помню, или... Который бывший наркоман, или нет? Нет, нет, он, ой, я не помню, как его зовут, ну, грамотный парень, у него и речь поставлена, проповедник, он на улицах выходит, там, прямо это, грамотное такое писание, знает хорошо, Ну, опять же, опять же, он не признает никакую соборность, ни, опять же, ни рукоположения никакие, он все это отвергает. А вышел он из православия, был он в православной церкви. Он серьезно был или нет? Ну, вот этого я не знаю, насколько он серьезно был. Я тут знакомому своему одному, ну, как бы, ко мне, ко мне женщина подошла, говорит, вот, я ей, по-моему, брат или муж тоже, говорит, вот, приду на речку, и тоже, вот, ну, такая же ситуация, как у вас. Он в уныние, ну, я посоветовал к вам позвонить, не знаю, звонил, нет, вот, я его имя не знаю, просто, вот, потому что ситуация просто аналогичная, говорит, мне тоже лежит так, что, вот, может быть, утешение просто пообщаться, что, одинаковые проблемы. А утешение как? Они... Ну, просто, что, вера, они, потому что, вот... Вера, они, вера, что ты... А что, Али? Я ему начинаю рассказывать о жизни вечной. Он говорит, да брось ты, а что ты мне это... А что я тебе еще могу посоветовать? У меня... Я только и живу одним вот этим ожиданием встречи со Христом и надеждой, что он мне Царствие Божие подарит. А что у меня еще? Какая у меня? Я от этого только и счастлив. Вот, а люди в это просто не верят. Да. Ну, вот, я думаю, сейчас, просто говоря, параллельно, думаю, над вашим вопросом, можно, Игорь Тихонович, привести пример, что даже апостолы признавали свои ошибки. Какие... Ну, то есть, да, апостол Федор, да, он признал, что он был неправ, хотя апостол Федор, да, с Богом общался лично. Ну, как бы, если почитать, да, там, монашеский какие-то, там, древний патриарик, то есть, если даже великий старец, там, он разумлялся и как-то... То есть, он хотя бы задумался, то есть, вот, хотя бы задумался, что, ну, правда, вот, если не исполняется, почему, то есть, что мешает? Просто потому, что трудно проготовиться. Ну, сейчас вот даже вышел этот момент, такое, а евролистия, не знаю, вы читаете, нет? Я не помню, правда, нет, я не знаю. В Соборском православном церкви межсоборное присутствует, там, в частности, говорится, что если духовник благословляет, то есть, что, как бы, древняя традиция, которая была, там, полторы тысячи лет, что поститься среду-пятницу каждую неделю и причаться без трёх дней. То есть, получается, что, так как ты среду-пятницу каждую неделю постишься, у тебя эти три дня, ну, как бы, ты компенсируешь, получается. Вот, потому что ты, как бы, каждую неделю, то есть, если ты часто причащаешься, там, ну, как бы, раз в три недели и постишься в середу-пятницу, то три дня тебе не обязательно, потому что, ну, это последствия синодального времени, это, опять же, в России, потому что, вот, нас стали, именно в синодальное время редко причащаться. Вот, то есть, ну, просто надо, как бы, действительно посмотреть, как, даже в канонах, например, запрещен пост в субботу, в 6-й Северенский собор, ну, в смысле, что пост раньше какой-то вышел, вообще ничего не едет. То есть, ну, в субботу запрещается просто еда, вот, то есть, ты должен, когда это праздник, ты должен что-то поесть, потому что, вот, в этом смысле, да, пост запрещен в субботу. Ну, поэтому, как бы, этот документ официально утвержден, и, ну, я тоже прихожанам, которые вот часто, не все прихожане часто причастны, но которые часто, я говорю, что священники, вот, все священники, я не знаю, как отец и Аким, но все священники именно так постятся. И так в семинаре нам говорили, что среду, пятницу, вот, и там, ну, субботу вечером, как нам, там, старались тоже, чуть-чуть, пластинцы, как бы, именно субботу вечером, а потом причастны, вот. Ну, вопрос, конечно, глубокий, я вижу, что и разногласия, ну, приходится с людьми тоже разговаривать на эту тему, что разногласия, конечно, ну... Если, если, простите, перебью опять, если есть, конечно, смертные греки, конечно, тогда нельзя, то есть, вот, если человек не смог, как бы, там, победить и так далее, тогда, конечно, ну, как зачитал Златоуст, да, что если ты не причащен, то и не стоишь с верными, но ты не верный. Тоже верно. Вот. Вы знаете, наверняка, что в семнадцатом веке было такое движение на Афоне, как раз они возрождали эту традицию. Никодим Святогорец, Макарий Коринфский, они целую книгу написали в университетном течении. Да, я не читал бы. Да, вот. И они же там приводят и древних отцов. Вот, ну, это цитата. Правда, раньше встречались, старались встречаться часто. Вот, я сейчас читаю книгу такую, «Толковый типикон» Михаиловского Балановича, ну, он там приводит, как менялась литургия, как благослужение менялось, как что, откуда бралось. То есть, сейчас вот про монахов, там, кого же он приводит, например. Ну, по-моему, если не ошибаюсь, в монастыре Святого Антония там как раз говорится, что выставили, что они причались дома каждый день. То есть, они не могли быть в храме каждый день, а именно они брали домой, там читали изобразительные и вот причались дома каждый день. То есть, это вот ходило в монашеские... В то время тоже было. То есть, не все монахи редко причались. Как вот, цитируют, конечно, Златоуста, но не все редко причались. Там какие-то отшельники, которые действительно редко приходили в церковь, они редко, а которые жили недалеко от церкви, они строились часто. Я вот, если, допустим, относительно личного опыта, да, ну, я, может быть, там по обряду не послышу, но я себя все равно считаю монахом. Ну, так, в духовной степени. Живешь, как-то монах. Да, да. И я вот у меня, как вот, ощущения какие... Я часто тоже не причащаюсь, ну, где-то четыре раза я... Ну, бывает иногда почаще, может быть, пять-семь раз в год. Вот. Но у вас, вы же не можете свободно двигаться, если вы могли одно, а так как вы не житель... Нет, ну, в то же время у меня и потребности такой нету. То есть, у меня как бы... Я четко ощущаю, когда мне нужно уже все, когда у меня уже горит. Вот. А как бы вот такой, то, чтобы, допустим, раз в месяц, там, даже причаститься, у меня нет такой потребности. То есть, я не знаю, я вот и полагаюсь, допустим, вот на это как бы, ну, потребность души. А больше, я считаю, а смысл какой... Опять же, батюшку гонять своего, он мне живет в другом конце города. Ну, как бы это единственная, как бы, причина, да, то есть, что жарко священие. Ну, естественно, оно, допустим, не помешало бы, но почему бы не соединиться со Христом, да, это... Конечно, это неплохо. Я не знаю, против этого противства. Просто, смотрите, как бы, апостольские правила, это документ, который, понятно, что там апостолы его начали, как бы, это было устное предание записано, но было чуть позже, чем были апостолы. Но, как говорят, в верхней границе, это Третий век. То есть, как бы, самые последние изменения в них были, это Третий веке. Ну, видите, как, то есть, посчитали, что нужно записать именно, что важность именно на каждой... То есть, до Четвертого века ведь все христиане, они были, ну, старые, кто приходил, они именно приходили по вере, они приходили серьезно. И даже так, то есть, такой, это самый был авторитетный вообще спорник правил, они единственные были вообще, вот, апостольские. И они закрепили, что важно, да, то есть, для каждого человека такого верного, потому что, наверное, ну, я думаю, что тут вдруг, какой контекст? Ты не знаешь, когда начнется гонение, может, он сегодня ночью начнет, ты пойдешь, ты, чтобы был каждый раз, это лук, то есть, как бы, это, ну, вот, продолжение того, что буду, что идти, потому что не знаете, когда рассмотреться. Вот это правда, а как раз у меня и существует, вот, ну, я стою постоянно на грани, у меня то жизнь, то смерть, она, как бы, вот, такая, резкие перепады, вот, и я боюсь умереть без причастия. Вот у меня страх реальный существует такой. Ну, обычно те, кто молится, чтобы Господь не решил, обычно не лишают. Вот вчера был у бабушки, четвертая степень рака, вот, такая вообще радостная, очень редко видишь человека, который, там, с раком, он радостный. Обычно люди очень умерают и завидуют, здорово. Ну, да, это, это редкость. У меня вот один спрашивает, парень-то, молодой, а чудо тоже произошло, кстати, заикался сильно парень, ну, просто слова не мог произнести. Ну, и просто кто-то, я не знаю, где он, в интернете, может, что-то фильм какой-то, или кто-то посоветовал, ты к Богу обратись. Вот, и у него, видимо, веру такую, он, откуда он взял, я не знаю, опять же, может, дар Божий. Он просто на колени упал и начал просить, Господи, если ему это есть, это излечим, дай мне, вот, такую, правильную речь. Утром просыпается, все. То есть, ну, чудо, представляете? И все, и сектанты его сейчас под мышкой зацепили и погнали со всех сторон. Там, кого только нет, куда его-то не таскают. И все, и они показывают, что, смотрите, у нас по исцелению много таких, что вы должны с нами быть, и все. А я начинаю со стороны православия, говорю, да не держись за это, что у нас православие, наоборот, оно, как бы, страдание больше в почтении. Вот, все, он меня уже, как бы, отвергает, что, ну, большинстве своими вот протестанты пишут, они мне, как, спрашивают, почему вы не просите Бога об исцелении? Посмотрите, сколько исцеляются, и почему вы не просите? То есть, я им начинаю объяснять со стороны нашей точки зрения, да, они меня совершенно не понимают. Для них это чуждо вообще. Да как это? Лежишь, помолись Богу и ходи за дорогу. Как у вас с камнями? Да, слава Богу, идут. Идут еще? Ну, у меня не камни там, у меня это песок, а на мочевом, ну, это все отлежание образуется, это на стенках, а потом они откалываются, и в мочевом раны такие, и кровотечение постоянное. А ну, ведь, Сироша, вот возьми, допустим, соль на рану, насыпи на палец куда-нибудь, и вот такие вот ощущения в мочевом. Мочевом, вообще-то она соленая, и обжигает вот эти раны постоянная боль. А за этим счастье такое вообще. А я вот, я вот, я недавно тоже с одним общаюсь, я говорю, ну, как, а вчера буквально, я говорю, ну, как, у нас вот, допустим, мы для утешения должен организм вырабатывать какие-то там эндорфины, я не знаю что. А вот оно как раз вот искусственное, такое обезболивающее, я чем больше радуюсь, тем оно, как бы, снимает боль. А чуть впадаешь вот в это какое-то состояние, там, допустим, с матушкой какая-то обида или что-то не так, она мне сделала, там, не так повернула, не так подложила, там, вот, и чуть впал на полминуты в это состояние, и все, от него потом полчаса или час приходится, как говорится, выгонять из организма вот этот вот выброс. Ну, людям, людям это как-то не хотят, он же у меня парень, этот молодой, спрашивает, почему вот именно Господь приводит, да, инвалидов и много инвалидов. Я говорю, да не много, я вот как раз опыт такой, что как раз, что среди, допустим, здоровых людей обращаются к Богу, что среди инвалидов так же, такой же процент точно. Очень мало людей, в основном, люди хулят Бога и ненавидят Бога за то, что, а за что ты меня, почему ты меня сюда. Вот. Ну, как раз, просто перебил, на игрушки разбирали, помните притчу о Сейтеле, что на другую землю Павла там принесло плод 30, 60 и 100 крат. И там, по-моему, Фитла в Балгарском говорит, что 30 – это, если живешь по заповедям, просто хорошо, все выполняешь, 60 – это, если ты живешь как девственник, ну, по-монашески, все исполняешь, а 100 крат – это, если ты еще болеешь и благодаришь Бога. Это награда в 100 крат. Он так понимает, что, значит, если, допустим, получить от Бога болезнь, да, и научиться ее превозмогать, ну, опять же, с Божьей помощью, какую награду. А я это чувствую, я это чувствую, эту награду. Ну, не, конечно, есть, а есть и возможность ее потерять. Я даже знаю, через что я могу потерять, я вот через… А он стоит, рядышком стоит, вот он прям со мной, он ждет. Похули Бога, похули Бога. Скажи, за что ты меня, почему ты сюда? И все. И награда эта она канет, как будто ее и не было. Ну, да, да. Мы вообще, просто опять на тему другую перейду. Ну, я ничего уже давно не писал. Так, не натих, значит, там. Хотя вот ролик где был, там, я его немножко защищал, потому что там не достал. Тут тоже Раскольник, который там, ну, такая аватарка, там, митрополит. Иосиф стоит на митрополите Сергия. Там такая рок-рус, или как его зовут. Потому что, почему он не женат, там, где у него дети и так далее. А, да, это да, это я буду. Глупости какие-то донесет. Женой включают, даже как они делали эту плотину, жена говорит, ну, все, говорит, тебе надо туда ехать, помогать. Так он мне пишет на электронную почту, там, он чего только не пишет. Ой, кошмар вообще. Хотя я вот так смотрю, простите, перебил. Да ничего, ничего. Я смотрю, что, в принципе, ну, конечно, жалко Никиту. Но я так сравниваю. Ну, если взять ту же лестницу, то так же и монахов воспитывали. То есть послушник. Вот если ты, как бы, голову поднимаешь, когда тебя обречают, ну, значит, иди отсюда. То есть, я думаю, что Игнат Тихонович, он так решил показать, как это на практике было. Потому что ты слышал, что так. Да, да. То есть, ну, тут, конечно, если кто-то выдержит, это вообще хороший пример. С Володей-то, с Володей то же самое происходило. Он же избегал от него. Один раз-то убежал вообще на велосипеде. Вот. Это... Ну, тот более податлив был, как бы, он учился быстрее, видимо. А этот сейчас живет у Кубкового Сергея. Там он за собаками убирает, что там, я не знаю, что он делал. Это все, уже у Кубкова. Это не монастырь. В течение монастыря живет, как монах, послушается, отсекает свою волю. Здесь он больше. Я не представляю, какое у человека терпение. Ну, есть, конечно, люди, которые, ну, как безрукими их называют, да, но он не может, он не приспособлен. Он может, он головой хорошо работает. У него есть знание языков, там, да, он историю хорошо знает. Вот он... Есть у него дар вот этого, как бы, красноречия. Он в этом силен. Зачем вы его гоняете по этим всем делам-то? Нет, ну, тоже, как видите, я говорю, что это чисто такой монашеский примен. Ну, Иоанн Дамаскин. Иоанн Дамаскин, когда пришел в монастырь, самосвященный, он же там был уже гимнотворцем, уже защитником православия. Известно, он же сколько все написал. И ему стали сказать, я тебе применю, если ты наше обещание больше ничего не писать никогда. И он дал его, и потом нарушил, потому что один брат попросил его, говорит, брат Убер, напиши, говорит, на отбивании. Вот мы сейчас на отбивании поем стихи Раи Андрамаскина, которые он написал, и на нарушив свой обет, говорит, очень его красиво, что вот... Тем не менее, такой был, то есть, вот, есть у тебя талант, но ради бога, ты, вот, сики, вот, я вижу, что тут, знаете, чисто православный, чисто построгой асхетической модели. То есть, вот тут у него вообще никаких перегибов, все четко, и что-то даже, ну, мне было, конечно, было сложно, если меня снимают, потом показывают, как вот меня там, ну, то есть, конечно, я не такой смиренный, как Никита. Ой, да, это, это и он, да, стоит в каждом ролике, в каждом ролике. А его, он же сейчас, опять же, и на тех, чего отправил туда, да, говорит, живи у него, а его уже этот Пупков гонит от себя, иди, говорит, все, ты мне, говорит, не нужен, типа, и он же, он же сейчас оказывается в положении в таком, что, опять же, ну, гонит отовсюду, и тот гонит, и тот гонит, ему, казалось бы, что, и назад-то уже не вернешься опять туда, надо куда, опять с Дудином. Дудином они, это самое, ну, как бы, отверг он его, Дудина, а куда, и куда деваться-то? А почему дать Сихона чего отверг? Ну, он его достал, ну, как, Игнатихс, утром встает, да, он дает разнарядку, кому, чего, чем заниматься, вот, а тот не исполняет вообще ни в чем и нигде. Я просто не видел, что, это был где-то в ролике, когда он объяснял, почему он так делал, просто я этого не увидел, то есть я видел, что пока они работали, они были вместе, а когда он стал записывать эти ролики беседы, он пропал. Ну, это самое, конечно, он говорил об этом, где, я не помню, где. Ну, ладно, хорошо. Ну, наверное, не выгонять, потому что он так взялся. Да я тоже думаю, что уж куда же выгонять, парень столько терпит, это, это просто тема, да я со всеми, со с кем только не разговариваюсь, и только в поддержку его говорят, что молодец, красавец. Ну, вот, надо мной тоже смеялись, что я не отчаю сена от соломы, да, в деревне, да, это уже, как бы, ребенок, там, с переной знает, сено, соломы, и я, вот, взрослый, я не знал, что я не жил, то есть там, как наточить косу, не знаю, вот, то есть такие элементарные вещи, у нас настоятель живет, там, в сельской местности, у меня, там, корова, там, дети, там, рождение, говорят, не умеют это делать, то есть, ну, я думаю, что всему, как бы, со временем, просто научится. Да, научится, ну, вопрос тут в чем стоит, это у меня зять, у меня бабуля, когда была еще, вот, и у них зять поселился, да, и она, как бы, да, он, ну, нормальный, самостоятельный человек, он ко всему приспособлен, вот, вот, а она, как бы, его кунает носом, ты туда, ты сюда, и у человека отпадает совершенно желание, он не думает своей головой, он уже начинает думать головой своей тещей, поэтому все так не совпадает, он уже боится испортить, и, конечно же, он портит, тут самостоятельность нужно дать просто человеку. Да, 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 ну, просто он вырос в других условиях, поэтому, я думаю, если Гнать Тихонович, он как-то, ну, наладится, вы просто так, ну, вы имейте подход к нему, поэтому, может, у вас как-то получится. Конечно, молиться надо, вот вы сказали, что это грех к смерти, вы, наверное, имели в виду параллельное постание Апостола и Аква, он, где он говорит, да, что здесь случается грех к смерти, нет, ну, нет, ну, вот это важно, толкование вот этого места, я недавно разбирал, то есть, что значит грех к смерти, это когда человек, ну, кстати, да, то есть, когда он оправдывает свой грех, да, то есть, в Кирософии, ну, вот такое мнение, что когда человек оправдывает свой грех и говорит, что это не грех, это грех к смерти, но они говорят, что, что здесь говорит Апостол, он не говорит, что вообще не молитесь, Потому что, говорят, ну вот, а это за не верующего, что это, когда я не молиться? Нет. Или что? Просто он говорит, что сомневается в пользе этого. То есть, что польза будет, если человек кается и просит помолиться, ты помолись, и Господь обязательно поможет им преодолеть страсть. А если вот человек как бы оправдывает, то ну как бы нужны большие молитвы. Чтобы, то есть, не гарантия того, что, опять же, он говорит, ты должен молиться. В любом случае, за любого человека должен молиться. Вы, кстати, не знаете такой сайт экзигет.ру? Нет, да что там. Очень хорошо там на каждой, то есть там все священное писание разбито по стихам, и если нажимаешь на один стих, выскакивает, кто из святых отцов, ну там можно самому добавлять толкование на сайт, кто как-то толковал. Ну, интересно, а как еще, а ссылку дайте мне. Да, да, ты сейчас скину, там как раз вот эта метода, которую вы меня спрашивали, если, братцы, решили, я просто сейчас открыл, именно его, вот сейчас вам в скайпе скину. Там, конечно, Новый Завет больше, только там наветки мало, а вот, потому что люди сами добавляют, то есть это такой вот, как бы, вы можете зарегистрироваться, то есть все, очень хороший сайт, я готовлюсь к проходим по нему, там есть, он добавляет и каких-то паристанских проповедников, но я просто говорю именно православное проповедование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова